да еще просили меня на следующий владимир я как постоянно в огороде говорит занимаюсь там сельским хозяйством можно говорить аудиокниги чтобы были потому что фильмы что надо смотреть а так научники отдела себе и на грядках там занимаешься полезными вещами обязательно на сайте grimoire.com будет огромный каталог аудиокниг для духовного развития без преувеличения и он уже туда закачан колоссальный каталог больше больше тысячи по моим полторы тысячи уже сейчас книг которые так или иначе способствуют духовному развитию личности психология психиатрия понимание все будет хорошо когда-нибудь нет когда-нибудь ничего хорошо не будет хорошо оно есть сейчас в настоящий момент времени вы же не сидите в камбоджийской тюрьме по горло в свинячьем говне и вас слеп не в лоб не жален может быть такая сравнительная форма многим позволит так сказать понять что и сейчас в общем-то все не очень-то плохо а то люди все время жалуются им все время чуть их не устраивает и все хорошо пока вы живы дорогие мои сейчас мы находимся в сейчас младенец умираем и старик умирает теряет одинаково настоящее мгновение времени поэтому нету будущего а прошлое уже мертво а будущее еще не наступило есть только здесь сейчас пока вы ждете светлого будущего сейчас вы несчастны потому что вы считаете что сейчас не очень хорошо а вот когда там потом через минуту через день через неделю месяц год через столетие там будет хорошо не будет это уже не важно вот здесь и сейчас вот что имеет значение быть счастливым здесь и сейчас это единственный способ быть счастливым а все остальное это ожидание счастья что саму к себе уже является несчастье ожидание счастья это уже несчастье благодарим говорит владимир а вы не меня благодарите внутри вас есть то что все это делает как и внутри меня причем это одно она которая воплотила себя в разных и двуногих и четвероногих летающих что можно по этому поводу сказать а какие танки сферы маусы фердинанды с какого направления они туда отправились идут из польши они идут из америки может быть еще откуда-то может быть они не дойдут может не захотят дойти вы понимаете что вот это все вот это все безобразие которые устроен танки там самолет и все остальное кто с кем сражается кто за что сам за что сражается кто руководит всем этим процессом друзья мои для свои размышления по этому поводу многократно высказывал все войне во все времена у всех народов существует существовали существует и будут существовать исключительно и популяции населения ради сокращения численности популяции поэтому дорогие друзья все войны всегда устраивались по сговору все разные всякие там президенты премьер-министры и прочее это всего лишь цари это это менеджер на местах клоуны поэтому смотрите на них как на клоунов на сцене они все исполняют указ указ главного предиктора а это уже не человек он за фермой приглядывает за человеком за чего фермой вот здесь консервы тоже периодически выпускают поэтому дорогие друзья нужно иметь понимание по поводу того что происходит ни в коем случае не злиться друг на друга не тыкать пальцами не обвиняет никого почаще смотреть в зеркало и понимать почему все происходит держаться от всего этого говна подачи если психопатом не будет чьими руками все это делать они не смогут этого сделать представьте себе что все отказались воевать ну и что случилось дальше но едет колонна с танками и что колонна с танками приедет и вас всех расстреляют вот немцы приехали всех вас расстреляли да вот что должно случиться я понять не могу что конкретно прошел убьет всех кандалы на вас один вы понимаете что ничего не изменится ровным счетом никогда ничего не меняется все существует только для того чтобы убить побольше людей чтобы они сами друг друга убили вы понимаете ним лапши на уши навешали патриотическое все не побежали друг друга убивать немцы поехали убивать там французов французы поехали убивать немцев а швейцарцы уссываются селез с другой стороны рейна там во времена там французская немецкая война говорит о дебилы хорошо мы этим рассказали какие французы дебилы и французам говорит рассказали каких греть немцы дебилы побежали друг другу убивать хорошо а мы тут швейцарии говорит посидим профинансируем одних вторых прыгать прокредитуем да хорошо то что надо мы не участвуем в этом безобразии 2 мировой бой не то же самое поэтому заводы которые производят химию параха металл это металлодобывающие карьеры все остальное все находится в одних руках бенефициар один и тот же пульки делают из металла добываемых на одних и тех же предприятиях которые которыми убивают с разных сторон порах который в гильзах понимаете точно так же делается но от них и тех же химических предприятиях понимаете нет а потом посылают это вам а это вам давайте друг друг кишки выпускайте вы молодцы давай эффективней а мы будем еще вам оружие посылать говно вопрос главное чтоб еще ваши бабы страдали чтобы они все время были на нервике чтобы гавах выделяли чтобы дети плакали чтобы жрать вам нечего было чтобы страданий было побольше убивайте и мучайте друг друга идиоты да это же так замечательно а мы вам в этом поможет вот и все вуаля все просто вот как устроена вот эта помойка дорогие друзья у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний не излечиваемых современной медициной подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео благодарю вас за внимание поэтому дорогие друзья нужно просто быть очень-очень внимательным и не слушать эту какашку патриотическую которую там заливают со всех сторон патриотизм это морок в чистом виде это чернокнижничество вот что это такое и сейчас и вчера прислали картинку значит сборище чернорясочников этих христианских священников устраивают слеты форумы да как объяснить рабам господним как объяснить рабам божьим необходимость участия в войне о том что за родину воевать божье дело что убивать других людей убивать врага это божье дело хорошее божье дело где же эти заповеди спрятались у них там в библии 6 из заповедей не убей кого не убей так у себя не убили а других можно убить и вот это манипулирование вот этим кого можно убить а кого не убить вот это вот решает тот у кого есть специальная атрибутика например крест висит да ряса одета там попона вот это или как это чепчик этот на голове там с этими символикой вот они решают можно кого можно убивать никого нельзя кому можно лгать а кому нельзя с кем можно прелюбодействовать а с кем нельзя вот они решают да потому что у них там а боженька на на телефоне они в келье телефончик стоит на италья боженька горит ваня говорит можно горит микола убивать гугу конечно можно бреда вот соседа своего печку то говорит нельзя а миколу горит вот там вот с той стороны горит границы можно быть микола микола нехороший нехороший нет его обжать надо убить боженька тебе говорит добро дает говорит но то что бог говорит микола не с той стороны горит миколе говорит микола вы тут его на горит надо говорит вот эти вот чернорезочники с двух сторон говорит ну чё говорит как как у вас там пропаганда эффективно говорит микола с иванами не очень хорошо друг друга убивают джару поддайте говорит патриотическую давайте чтоб они там друг другу и ятаганами говорят хорошо я вчера еще миловались целовались и сегодня уже глаза друг другу выдавливают красота папы говорит одним словом да не среди них есть и вполне обменяемые ребята те которые понимают что такое грегор новый крест по большому счету крест это пирамида вид сверху пятиконечная звезда это пирамида вид с перспективы если подняться над вершиной отлететь чуть-чуть и посмотреть будет пятиконечная звезда поймите вся символика построена на четырех элементах и на дух она петерня ничего здесь не выдумывать не надо во всех религиях именно да просто немножко завуалирована и все семь архангелов имеются во всех без исключения религиях во всех сектор а у них просто разные имена и даже в тайском медичестве имеет место бы поэтому базовые основы того что называется магии все одинаковые и все это объясняется очень просто цифрами от единицы до 9 цифры 0 нет это ничто директор файмс бит форекс сейчас еще листинг на одной бирже начался и пикоин после длительного падения по лесу вверх он будет лезть туда очень высоко многие из вас знают такого человека его зовут виталик он вам может рассказать по поводу листингов на разных бирже а также может подсказать где все это дело приобрести для тех кто понимает вообще тех кому надо а кому не надо нечего интересоваться время на все это сейчас как я уже говорил раньше самое верное решение для тех у кого денег в обрез приобретайте средства для производства чтобы можно было существовать без денег я об этом в прошлом стриме говорю переслушайте посмотрите если избыток материальных средств большой тогда криптовалюта на короткой дистанции владимир часто ли надо медитировать вы знаете ваш вопрос сам по себе бессмысленный объясню к чему вы не можете себя заставить медитировать это бессмысленно это насилие над собой которые никогда ни к чему хорошему не приводит что такое медитация вы можете заниматься самыми разнообразными вещами вот например сейчас я еду я медитирую и абсолютно не думаю что говорить мой рот говорит сам абсолютно не думая что надо говорить мой процессор абсолютно свободен частично контролирует дорожно-транспортное движение боковым зрением тоже в автоматическом режиме но я не использую свой процессор сейчас логически в нашем стриме медитировать можно занимаясь чем угодно можно мыть полы можно медитировать когда вы гуляете например по лесу можно медитировать лежа в кроватке можно медитировать в позе лотоса можно медитировать и в других кузов да в каких угодно и не занимаясь чем угодно просто отключая единственные процессы и все случается само собой приведите пример средств производства лопата лопата мотыга солнечная пунель коза кролик когда вы думаете легализирует в большей части мира мясо двуногих а его и так уже хавают по полной программе ну что вы в японии например там же и дельфинов жрут паразиты узкоглазые дельфин гораздо полезнее чем двуногая скотинка вот вот кому точно нельзя жрать так это дельфинов а эти говно жуи жрут дельфинчиков мерзавцы инопланетян на них не хватает швейцарцы кошек жрут японцы дельфинов корейцы собак а корпоративной войны для извлечения прибыли за счет второй нефти бои вовсе нет вы что думаете что кто-то сражается за ресурсах что ли дорогие друзья тот кто печатает деньги им зачем все это им нужно власть над рабами поймите рабы делают полезные вещи что рабы получают за это бумажки одни рабы производят одно другие рабы производят это те пользуются всем чем хотят кто бумажки выпускают они рабовладельцы по сути своей а те кто используют бумажки это рабы рабы этих бумажек понимаете с ними можно делать что хошь они готовы за эти бумажки перегрызть глотку даже своему мужу и жене да это всего лишь вопрос количества этих бумажек для некоторых не все конечно но я думаю меня меня прекрасно понимают предложи к примеру большинство людей согласится миллион долларов тебе ничего не будет просто ночью перережь глотку своему мужу или жене как в двенадцати стульях киса воровьянина опасные бритвы миллион долларов ни судов ни милиции ничего мы тебе еще в жопу поцелуем давай и вот тебе миллион долларов наличие я думаю что очень многие согласятся все бумажечки ну хорошо зато какое счастье на все эти бумажечки туфели лавутена машины разновсяческие красивая тачка вот эта жизнь вот эта красота поэтому мы с вами живем в таком мире дорогие друзья где вот эта утилизация полным ходом происходит кого же утилизируют и как происходит селекция они сами себя ведут на убой вот эти вот которым пора они в страхе а тот кто в страхе там и пора уже не понимает кто он где он и зачем он здесь находится значит пора и мир станет чище на какое-то время опять а потом опять весь этот говнезин по кругу и опять все то же самое будет так уже было много раз вот говорит Аленушка Романова пишет человеченка говорит она уже во всех продуктах питания что и в докторской колбасе за 2.20 тоже скажите пожалуйста что делать при синдроме беспокойных ног часто не могу уснуть у нас есть готовые решения для этого запишите пожалуйста плюс 7 499 638 3184 эта задача решается достаточно быстро в том числе и микстура которая называется ЦНС но не только запишитесь на консультацию через Юлю и все и вопрос решим 2-3 2 максимум 3 месяца и все в порядке друзья все у кого есть задачи связанные с исцелением различных заболеваний которые люди в белых халатах назвали неизлечимыми в том числе сахарный диабет в том числе заболевания щитовидной железы страшные аутоиммунные заболевания и всякое такое болезнь Альцгеймера болезнь Паркинсона деменция это все излечивается и это не шутка заходите на сайт Азербиоформ да почитайте отзывы там очень много интересных отзывов и среди нас сейчас здесь тоже много тех кто уже воспользовался и системой питания и терапии которая была назначена поэтому чувствуете записывайтесь у Юляши на консультацию плюс семь четыре девять девять шестьсот тридцать восемь тридцать один восемьдесят четыре и результат будет очень быстро единственное что прежде чем это сделать вам нужно зайти на сайт азербиофарм точка ком зайти в раздел питания посмотреть систему питания семьи ангелов внимательно ее прочитать ответить самому себе на вопрос буду я так питаться или не буду и если ответ будет не буду питаться никуда не надо звонить не нужно записываться ни на какие консультации ваш путь в поликлинику ну или в ближайшую к вам больницу вам не надо к нам обращаться ко мне тоже а вот если вы прочли вот эту систему питания говорите да я буду это делать вот тогда записывайтесь тогда вы будете здоровы примерно через полгода тире год в зависимости от того что именно заболевания опорно-двигательные системы нервные системы это дольше полугода заболевания сердечно-сосудистые системы эндокринные системы желудочно-кишечного тракта репродуктивные системы это гораздо быстрее это примерно полгода от трех месяцев до полгода напомню пожалуйста Юличке здравие тела и ясности ума аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то зачем существую на экране информация о консультациях и способах связи со мной более подробная информация в описании к этому видео благодарю за внимание и